Итак, массаж шеи со стороны спины. Сет номер два. Когда мы после крыльев ангелов вернулись обратно в исходное положение, тут я рекомендую немножко присесть, чтобы у вас давление было больше в тело человека, то есть его рабочая зона должна быть ровно против вашего живота, против вашего центра тяжести. И опять же, вот мы растирание делали сначала с одной стороны, да, однобокие, а теперь то же самое быстро, но с двух сторон. Видите, это не разминание, это растирание, трение, трение от центра, вот, мерно показываю, да, ну, перепонка, по сути, между пальцами, к большому указательному, вот, до сюда доводим, да. Растерли, и вот мы делали выжимание мышцы пальцами, да, а теперь делаем выжимание всей ладонью, то есть ладонь захватили как можно больше участвовать, да, и другой ладонью, вот так пожимаем, видите, аж даже по картинам, все, аж даже жилы выдавились. Раз, два, три. Ну, сколько у вас хватит? Раз, проход, два, проход, три, все ближе от центра к вот этой косточке. И с другой стороны. Раз, два, три. Ну, два-три прохода таких можно сделать. Это у литри, а, допустим, у меня за раз, да, выете? Ну, наверное, да, посмотрите по человеку, у кого-то за один раз, у кого-то, четыре прохода получится сделать. Тоже получается, еще раз повторяю, одной рукой вы мышцы подаете, да, а другой ладонью жестко пережимаете, и проходите мимо ладони, дальше туда, еще раз подали, мимо ладони туда, еще раз подали, туда. А вообще, не надо думать, что клиенту больно? Ну, опять же, смотрите по консистенции клиента. Если ему больно, вы его предупредите, во-первых, что это достаточно болезненно, да, но это ему нужно. Если действительно прям совсем он дергается больно, то облегчайте. Те же самые приемы можно сделать просто легче, мягче. Это все с практикой приходит. Так, вернулись, опять поставили пальцы на вот эти ямочки, да, и теперь мы, помните, лапу леопард делали с расширением вот такую, мы руку разворачиваем и делаем расширение вот в сторону, задвигая все эти мышцы. Этот прием называется эпалеты. Можете даже видеть, как на коже получаются эпалеты нарисованы. Видите, вокруг плеча. Видите, белая полость остается, как будто мы военные палеты ему нарисовали, да. Вернулись руки в обратную сторону, в исходное положение, и у нас они автоматически уже встали в кулачки. Видите, то есть мы уже переходим к кулакам, более глубокая работа. Здесь мы будем доходить до поясницы. Вот немножко поясница. Говорим, вот где крестец начинается. Сейчас немножко масла сюда подам. Вот, то есть у нас руки вернулись в кулаки и встали вот здесь, на вот этой холке, да. Здесь мы ее раздвигаем достаточно сильно. Смотрите на мое тело внимательно. Видите, я упор сделал ногами, а всем весом прямо вот сюда перевел. То есть я давлю всем весом. Да, не бойтесь, ему будет не больно. Особенно если у людей, у женщин бывает холка здесь, то прямо костяшками пальцев ее надо вот от косточки вот так вот размять и растянуть как можно дальше от костей. Вот мы растянули, смотрите внимательно за кулаками. Развернули их вот утюжки. Помните, вам прямо утюжки показывают, да? Утюжки. И проходим между лопатками. Между уголком лопатки нам надо его обойти, потому что на косточку давит больно. Просто обходим, разворачиваем тут же руки в обратную сторону. И доводим до воздушных костей, до поясницы. Смотрите, что у нас получается. Рисунок такой на теле, если видно будет, да? Вот мы нарисовали основание, потом стержень и нарисовали вот, видите, полоски, похожие на канделябр. Это юресик канделябр, у которого, еще раз показываю, вот основание, да? Вот мы нарисовали стержень канделябра. И вот развернули и пошли подсвечники. По четыре с двух сторон. И девятый, получается, позвоночник. Вот, большими пальцами, видите, отжали позвоночник. Теперь этот канделябр зажигаем. Ну, во-первых, первый проход можно просто сделать. Второй проход мы сделали, уперлись в подвздошные кости. По очке диких растрясли. То есть продолжаем делать декомпрессию. И третий проход. Нарисовали канделябр. И свечки зажгли. Вот этим большим пальцем уперлись, да? Крестцово-позвоночное сочинение. Вот они, ямочки. Их растрясли. Растрясли всю поясницу. И большим махом, стирая весь рисунок, как бы наш, да? Вернулись в исходное положение. Вот сюда. Кулаками. Все. На этом закончился сет номер два. Давайте мы его отработаем, а потом продолжим сет номер четыре. Так, на паузу бы никуда. Давай на паузу.